Всем привет, с вами канал Будда Гришна, еще вопрос по делу Михаила Ефремова у меня, почему никто не говорит и не рассматривает тех слов мамы, что Захаров умер дома? Ну вот давайте рассуждать. Эльман Пашаев опять-таки в прямом эфире, в инстаграме говорит о том, что маме больше 80 лет и так далее. Я уже говорил о том, что если справки нет, что мама какое-то имеет заболевание, которое препятствует, так скажем, тому, чтобы она отдавала отчет себе в том, что она говорит, если этой справки нет, тогда ее можно спокойно вызывать в суд. Тогда я не понимаю, почему она не была вызвана в суд в качестве свидетеля. Ладно, хорошо, но когда говорят, мама сообщила, что сын умер дома, говорят, ну маме там больше 80 лет, а какая разница? Да хоть больше 100 лет есть актеры, вот, например, у нас был актер Зельдин, по-моему, фамилия, он 100 лет играл в театре, и что можно было сказать, а почему, например, там Зельдин, я думаю, по-моему, он, к сожалению, скончался, его уже нет. Но вопрос в том, что это был человек-талант, человек-эпоха, и что можно было сказать, да, а почему там он что-то не делал, а ему там 90 лет или 100 лет, он приходил на репетиции, играл, но так же и здесь, человеку больше 80 лет. А что это оправдывает? Что это оправдывает? Возраст у нас оправдывает невозможность дачи показаний в суде? Нет. У нас невозможность дачи показаний, если человек, например, не может отдавать себе отчет в своих словах, в своих действиях, и призван, например, недееспособным, там, или ограничен в дееспособности, или у него есть какие-то заболевания, и то это нужно оценить. Но, я так понимаю, этого ничего нет, а почему тогда оправдывает, в том числе Эльман Пашаев, при всем моем уважении, да, на что, ну, мама сказала ей там больше 80, но мы же все слышали, мы же вся страна слышала, мама сказала, мой сын был дома, умер дома. А почему в суде не задать этот вопрос, и не сказать, и не озвучить это, не озвучить видеоматериал, соответственно, не вызвать маму в суд? Сергей Захаров, да, Сергей Захаров, соответственно, умер дома, и об этом утверждает мама. Если ничего нет, я, чёрт бы, или Добровинскому придется предоставлять какие-то справки, или придется привозить маму, или брать с нее письменные объяснения для суда, да, и можно встать и сказать, что мама престарела, перенесла, ну, я перенес инсульт, что я теперь не могу, так сказать, я теперь должен сказать, что я ни за что не отвечаю за то, что я сейчас говорю, но я перенес инсульт в очень тяжелой форме. И я вам хочу сказать, что, да, есть определенного рода вещи, но здесь вопрос в другом заключается, вопрос в том, что там-то это касается судьбы человека на 70,5 лет, и мне кажется, что в этом смысле стоило бы, наверное, как-то озаботиться этим вопросом, а что говорит мама вообще? Почему-то все адвокаты решили, что на это не стоит обращать внимание, и только люди обратили на это внимание. У меня сразу возникает вопрос, адвокаты вообще работают самостоятельно или нет, и вообще независимы друг от друга? С вами был Будда Гришна, ребят, кому интересно, пишите ваши комментарии по этому поводу, подписывайтесь, пожалуйста, на основной канал, на котором вы сейчас находитесь, на канал о саморазвитии Будда Гришна Live, добро пожаловать вам мой инстаграм Будда Гришна, нижнее подчеркивание, афишу. Всем пока, ребят, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok